Столы установлены буквально несколько дней назад и пока еще под ними нет специального покрытия. Но игроков это не смущает. Здесь все как на настоящих соревнованиях. Участники, судьи и награды. Кстати говоря, по итогам шахматного турнира приз получил не только победитель, но и учреждение культуры поселка совхоза имени Ленина. Мы приготовили три шахматные доски. Одна пойдет победителю сегодняшнего турнира. И две доски будут размещены в центре культуры и в библиотеке. Здесь рады всем. Никто не спросит уровень подготовки или стаж игры. Все максимально демократично. Ильгар, житель дома номер 9 поселка совхоза имени Ленина, сильным игроком себя не считает, но побороться за награду и победить соперников в нелегкой борьбе сумел. И признается, что в свободное время будет посещать эти столы под навесом. Конечно, такие места, они очень хорошо влияют на развитие интеллектуального спорта в Москве и в совхозе тоже. Я считаю, что дети, приходя на такие площадки, будут видеть, что люди будут играть в шахматы и сами будут садиться играть в шахматы. Я только за развитие шахмат. Скоро по соседству заработают и тренажеры, и таким образом можно будет совмещать тренировку мозга и мышц. Организаторы уверяют, подобные турниры, когда работы в сквере будут закончены, станут проходить на постоянной основе. Такие серьезные баталии. Я уже один раз проиграла, один раз даже выиграла и даже в шашки вспомнила, как играть. Поэтому играйте, наслаждайтесь, играйте с детьми, играйте между собой и тренируйтесь. Проводился любительский шахматный турнир при поддержке движения «За сокоз, за людей, за достойное будущее» и компании «Рота Агро». Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ